Выборы президента Южной Осетии закончились поражением Москвы. Поддержанный Кремлем кандидат, глава местного МЧС Анатолий Бибелов, не смог выиграть в первом туре. Более того, кандидат от оппозиции Алла Джиоева проигрывает ему лишь сотые доли процента. Вокруг Джиоева и бывшего министра образования Южной Осетии объединились противники уходящего президента Эдуарда Какой-то. Причем за ставленника самого Георгия Кабисова и вовсе проголосовали лишь 7% избирателей. В причинах такого протестного голосования разбиралась наша коллега Лола Тагаева. Лола. Коллеги, добрый вечер. Джиоева и Бибилов набрали около четверти голосов. Их рассудил, можно сказать, фотофиниш. Эксперты и журналисты, наблюдающие за ситуацией в Южной Осетии, признаются, что то, что Джиоева почти выиграла в первом туре у Анатолия Бибилова, стало для них неожиданностью и даже шоком. Из первых данных, мы, все те, кто смотрел за появленные результаты, мы были шокированы. Честно, даже журналисты, журналисты, эксперты, правозащитники, которые работают в Южной Осетии, мы с ним разговаривали, были шокированы. По словам Савиной, на выборах практически не было фальсификаций, за исключением ситуации в Лениногорском районе, он ближе всего к Грузии. Там людей заставляли голосовать за Анатолия Бибилова. Но в целом местные избиркомы приложили усилия, чтобы избежать фальсификаций. Даже в паспортах людей ставили с печати, что они проголосовали, чтобы не было повторного голосования. Многие опасались, что на выборах будет перестрелка, однако все прошло спокойно и без насилия. Об этом нам рассказал экс-премьер Республики Олег Тизеев. Во многом эти выборы, конечно, стали референдумом недоверия уходящему президенту Эдуарду Какой-то. В Республике недовольны, что, несмотря на выделенный Москвой 20 миллиардов рублей, Южная Осетия слабо восстановлена. И то, что Россия заставила какой-то публично поддержать ее кандидата Анатолия Бибилова, по словам экспертов, сыграла не на пользу главе МЧС Бибилов, принял на себя какое-то количество антирейтинга какой-то. А единственный кандидат от оппозиции, который мало кому казался серьезным соперником, вышел с кремлевским ставленником во второй тур. Очевидно, что Джоевы отдали голоса те, кто хотели поддержать недопущенных к выборам кандидатов, основных критиков какой-то. Это главный тренер российской сборной по вольной борьбе Джамбулат Эдеев и герой войны 2008 года, бывший секретарь Совета Безопасности Республики Анатолий Бранкевич. Но интрига сейчас сохраняется на второй тур, другие кандидаты начинают объединяться. Вокруг финалистов Бибилов и Джоева уже призвали это сделать. Скорее всего, Бибилова поддержит как раз Георгий Кабисов и, может быть, замглавы администрации Цхинвали Алан Катаев. А Джоеву могут поддержать директор предприятия хлебобулочных изделий Вадим Цхавребов и лидер незарегистрированной партии социал-демократ Дмитрий Тасоев. Они набрали каждый по 9 с чем-то процентов голосов. Правда, по мнению политологов, важно не как будут объединяться и кто, а какая будет повестка у кандидатов. Бибилов будет продвигать тему будущего, тему программы, а Джоева сосредоточится на продолжении критики. Но тут, я думаю, у нее может возникнуть проблема в связи с тем, что, собственно, все какое-то уже уходит. Эта повестка, она уже исчерпана. А позитива у нее нет, она даже программу не публиковала. То есть, за что она, совершенно непонятно. Правда, по словам находящейся в Цхинвале корреспондента газету Ру Екатерины Савиной, Джоева все же раздает предвыборные обещания, обещает выяснить, куда все-таки делись деньги на восстановление Южной Осетии, построить дороги, начать, наконец, продавать бензин в республике. В общем, решать житейские проблемы. А Анатолий Бибилов напирает на сближение Южной Осетии с Россией. И второй тур должен состояться совсем скоро, через две недели. Пока что предварительная дата 27 ноября. И однозначно сказать, кто выиграет, никто из запрошенных нами экспертов пока что не может. Коллеги. Спасибо, Лола. Лола Тагаева о том, как разворачивается президентская битва в Южной Осетии. Продолжение следует...